Десятком доброчинных встреч и акций в Беларуси на передо дни отзначили День семьи. Наша сдымочная группа так само долучилась до одной из них и зазернула в гости догомерских семьях. С подробностями Ханна Коральчук. Первым адресом, по яким мы отправились с гоноровой миссией, стал дом семьи Харлап. Тут живет три человека. Голова семьи – мама Святлана, дочка Дарья и молодший сын Змитры. Разом они уладковывают дом и сад, доглядают за живелами. А гадаванцы у семьи Харлап шмат – рыбки, собаки и навыд ваверки. А кроме этого, Святлана с детьми выбирают активный отпочинок. Яны ходят в бассейн, катаются на велосипедах и роликах. У зимку меняют их на коньки и санки. Головная – все робят разом. Минавито взаимная любовь-патрымка, да помогли семьи Харлапу минулым справиться с бядой. В детстве удар еды агнаставали пухлину головного мозгу. Девчинка перенесла операции, долгие тяжкие периоды от реабилитации. Сеня Яна – ученица шмат-профильного лицея и головная мамина помощница. А кроме того, Дарья выросла с оправданной пригожунья и займается моделингом. Наша семья за счет этого и держится, что дети мне помогают. То есть Дмитрий наш по мальчишечке, ну а Даша по девичке. У нас получился небольшой сплоченный коллектив и мы понимаем друг друга. Другая семья оказалась не меньше цикавой и дружной. В Ольга и Виталь вооружены – батьки двух пар двойняток. С початку 8 годов тому народилися Глеб и Ягор. Проспять годов з'явилися Маша и Кирилл. Сегодня старейшие брати заканчивают другий класс, займаются плаванием, карате и робототехникой. Молодшие Маша и Кирилл сбираются исти в дитяческий сад. Сумовать семьи ворожен не мать часу, яны ведут активное житё. Любят ездить на природу, гуляют в квесты, пейнтбол, принимают шмат гостей. В Ольга каже, что с початку сполохалася, коли доведалась, что снова чекает войнят. Думала, что будет тяжко. Однако сегодня женщина уже смеется над своими остерогами. У дружной семьи все клопоты делятся. На допомогу приходят бабули и дядули. Старейшие брати так само уносят свой вклад. Надо в первую очередь уважать друг друга. Если будет уважение, надо проявлять терпение к интересам друг друга, к мнению друг друга. Если поругались, где-то уступить, не бояться уступать. Все конфликты сводить на нет, чтобы они не получали продолжение. А мамой быть тяжело только в большой семье? Тяжело, тяжело. Ну и это и счастье большое. Смотришь, как они играют, улыбаются и радуешься, понимаешь, что твои труды не напрасны. В рамках акции «Семья. Каштовность кожного» представники территориального центра социального обслугования Чехуночного района, объединения «Белая Русь» и районного отдела адукации наведали шесть семьев. Кожная отримала подарунки и веншование. Посещаем наши семьи для того, чтобы они чувствовали поддержку и опору. Поддерживать престиж семьи, чтобы детско-родительские отношения никогда не увидали, а только заряжались позитивом и радостью. У нас есть разные семьи на учете. Это и семьи, воспитывающие деток-инвалидов, многодетные семьи. Мы включаем разные категории для того, чтобы люди действительно видели, что семьи разные и никогда не надо пускать руки, всегда идти вперед. Хана Кральчук, Сергей Лукашук, Телерадио Компания, Гомель.